Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о покупочках в Барселоне. И если вам интересно, то продолжайте смотреть. И первое, что покажу, это вот такой вот лак для ногтей. Название не знаю, вот здесь вот такой логотип есть, и больше как бы нигде ничего не написано. Это оттеночек 20-й с обратной стороны, вот такими вот большими цифрами он написан. И также он дублируется вот здесь, вот тоже, что оттеночек 20-й. 10 мл в объеме. Сейчас кисточку вам покажу. Так. На ногти этот лак я еще не наносила, но нанесла на ромашку. На ромашку он нанес очень хорошо. Кисточка у него также классная, на мой взгляд. Я люблю такие кисточки. Только вот мне показалось, немножко она какая-то кривоватая. Надеюсь, вы тоже это видите. Вот такая кисточка. Ну, посмотрим, в общем, как она на ногтях будет держаться, как наноситься на ногти будет. Пока мне нравится. Мне цвет все нравится. Тем более, я уже ранее говорила в видео, что искала такой вот оттеночек. Вот этот вот я покупала на Алиэкспресс. И мне он не нравится, потому что очень запах у него такой едкий, который на ногтях довольно долго держится, где-то сутки или двое. Я искала похожий оттеночек или такой же, только чтобы не было такого ужасного запаха. Ну, на мой взгляд, да, оттеночки немножко похожи. Вот так вот переверну вам. И сейчас на ромашке покажу один и второй оттенок. Вот это вот оттеночек лака, который я купила в Барселоне. Вот так вот он выглядит на ногтях. И вот это вот оттеночек, который на Алиэкспресс на сайте. В принципе, видно, я надеюсь, и вам будет видно, что оттеночки разные. Тот, который лак на Алиэкспресс, он намного темнее, чем вот этот, который я купила в Барселоне. Но если смотреть на флаконы, то оттеночки между собой похожи. Ну, в общем, посмотрим. Поношу немножко на ногтях и посмотрим вообще, что мне больше понравится. Но все-таки надеюсь, что вот этот лак, купленный в Барселоне, он мне понравится и хороший будет по качеству. Я буду долго им пользоваться и вспоминать свой отпуск. Следующее, что покажу, это не совсем косметика или какие-то вещи, а это такие, вернее, памятные вещички. Это открытки. Я их купила много в Барселоне. Просто так мельком быстренько покажу вам, какие вообще открыточки там есть. Мне почему-то показалась очень интересной идеей купить открыточку и себе, например, на память, в виде каких-то закладочек использовать. Вот таких вообще три штуки купила. Ну, они мне очень понравились. Вот такая вот еще есть. Ну, как я раньше сказала, что можно использовать как закладочки, как-то постоянно пользоваться ими, вспоминать свой отпуск. Вот. А можно еще друзьям подарить, родителям тоже, пускай будет на память. И еще, что касается вот этой вот серии, там открыточки, магнитики, я купила себе вот такое зеркальце. По цене оно было 5 евро. Вот так вот выглядит сзади. Здесь такой материал, ну, я бы сказала, кожаный, наверное. Ну, я не знаю, натуральная кожа, не натуральная. Но мне вообще понравилось, как выполнено это зеркало. Во-первых, оно очень тоненькое. Во-вторых, здесь нанесены рисуночки. Как бы все это мы видели, везде были. Ну, и очень красиво вообще выполнено и сделано это зеркальце. Конечно, мне оно очень понравилось, и я решила взять. Тем более, что у меня, которое зеркальце дома, оно уже было такое потрепанное, плохое. Очень много лет было со мной. Я решила, что мне нужно новое. Когда я это увидела, я, ну, не могла без него выйти. Когда открываем здесь два зеркальца, вот эта вот сторона, оно увеличительное, а вот это обыкновенное зеркальце. Очень классное. Ну, зеркало сама показать не буду, в принципе. Ничего такого там нет. И закрывается оно магнитиками такими. Ну, как вот по ощущениям, мне кажется, что они вот так вот сделаны. По всему, скажем так, периметру. Ну, на мой взгляд, очень классная покупочка. И на самом деле, буду очень долго пользоваться, вспоминать свою поездку. Ну, это все, что касается магнитов, открыточек и всего такого прочего. И сейчас я вам покажу, что еще я из косметики там приобрела. Купила в обычном каком-то магазине вот такую туалетную водичку. Как вы видите, тут ничего такого нет, ни информации, ничего. У меня была, конечно же, коробочка. Я ее сфотографировала и выбросила. И потом фотографию сюда куда-нибудь прикреплю. Вот так вот выглядит сам флакон. В объеме он 75 миллилитров. Вот здесь вот есть маркировка. Надеюсь, вам видно. Ну, выглядит очень классно так по-летнему. Ну, не знаю, так легко, свежо кажется. Кстати, название вот этого парфюма вот здесь вот есть. Называется Пикник. Вот. Как-то смешно называется. Напоминает шоколадку, что ли. Когда открываем крышечку, здесь вот такой вот хороший распылитель. Что касается аромата. Я не очень умею описывать ароматы. Просто такие ощущения, скажем так, скажу на него. Ну, на мой взгляд, такой цветочный аромат, несомненно. Он такой легкий. Да, цветочный легкий аромат. Свеженький немножко. Кстати, аромат мне этот очень понравился сразу. Я также его послушала во флаконе и немножко распылила себе на коже. И сразу как-то мне он понравился. Он, да, такой... Мне кажется, таких ароматов очень много. Их, ну, действительно, полно. Но почему-то вот этот аромат меня зацепил, и мне захотелось купить его. И цена, кстати, на него была очень бюджетная. То ли 8, то ли сколько евро. На мой взгляд, это очень бюджетно для водички. Вот. И, в принципе, аромат мне нравится. Я им сейчас пользоваться начала уже, когда домой приехала. Пару раз там попользовалась и домой приехала. И, ну, что хочется сказать. По поводу стойкости. Мне кажется, он не очень стойкий. Но, в принципе, мне это не пугает. У меня были не стойкие водички. Я им пользовалась. Главное, чтобы аромат мне нравился. А немножко водичку во время дня можно еще раз на себя нанести. Ну, для меня это, в общем-то, не проблема. И аромат мне, в принципе, как я выше сказала, нравится. Я буду им пользоваться и получать удовольствие от этого. Следующее, что я купила, это был антиспирант. Он идет со спреем. Вот такой вот. В объеме 75 мл. Были там дезодоранты и большего объема, конечно же. Но, так как у меня ручная кладь, мне только вот этот вот объем и помещался, в принципе, в сумку. Но еще я этот антиспирант взяла, потому что этот объем 75 мл. Мне показалось очень классно, если брать опять с собой куда-то в дорогу. Вот. Я уже начала им пользоваться. Мне нравится, в принципе. Ничего плохого сказать не могу. Мне показалось, что следов он на черных, например, вещах не оставляет. Но это только по первым моим ощущениям. Запах у него, ну, такой обычный, таких вот дезодорантов, ничего особенного. Вот. И самое, что мне понравилось в этом антиспиранте, что здесь написано, что здесь нет алкоголя. И это мне очень понравилось. Еще был один антиспирант. Этот антиспирант уже идет кремовый. В нем также было написано, вернее, что тоже нет алкоголя. Так, 50 мл он уже. И этот антиспирант мне приглянулся изначально, как я уже сказала, что не было алкоголя. И, конечно же, ценой. Цена у него была 1,5 или 2 евро. Я давно уже смотрела на такие кремовые антиспиранты. Мне хотелось попробовать. Но здесь, в Финляндии, они стоят, например, да, вот эти вот рексона. У них цена, вот чтобы не соврать, где-то 8-9 и выше евро. На мой взгляд, это очень дорого. Я все ждала момента, что я поеду либо в Беларусь, либо в Санкт-Петербург. И там куплю какой-нибудь кремовый антиспирант и попробую. Но получилось так, что в отпуск мы поехали быстрее. И я увидела вот этот антиспирант. И я подумала, почему бы нет. Тем более, цена 1,5-2 евро. Его еще не открывала, еще не пользовалась. Ничего сказать не могу. Я думаю, в каких-то дальнейших видео я вам поделюсь с вами своим мнением об этой вещичке. Следующее, что я купила, это был крем для рук. Вот такая вот малютка, посмотрите. Он еще также запечатан, у меня просто открыты сейчас крема, поэтому я открывать не буду. Но в дальнейших видео я про запах, про текстуру, про все, конечно же, расскажу. Следующее, что купила, это уже был магазин Lidl в Барселоне. Вот так вот называется компания Seine, если правильно читаю. Она представлена также в Финляндии тоже в магазинах Lidl. Но вот такого именно кремушка не было. Я когда его увидела, мне очень захотелось купить его. Во-первых, здесь он 30 мл. Мне показалось, что очень классно будет носить с собой в сумочке такой вот маленький объем. Не такой, как обычно я таскаю, 70 мл. Вот так вот открывается. И текстуру сейчас покажу. Она беленькая. Ну, пахнет какими-то цветами. Не сказать, что очень приятно и не сказать, что противно. Вот такая вот текстура. Так, наносится очень даже неплохо. Очень приятно, мне нравится. Липкости тоже я не чувствую. Ну, аромат чувствую. На коже аромат, мне кажется, более все-таки приятнее, чем из тюбика идет. Ну, вот, мне кажется, он уже и впитался. Вот, все. Ну, мне кажется, неплохой кремушек. Посмотрим, как уже в дальнейшем использовании будет. Но пока вот ощущение у меня от этого кремушка нравится. Цена у него была также бюджетная. Полтора, наверное, или два евро. Вот. Ну, я рада, конечно, что я приобрела этот крем. И жалко, что этого кремушка не представлен. Этот кремушек у нас в Финляндии. И последние две мои покупочки, это была бижутерия. Я ее покупала специально в Барселоне. И хотела ее одеть на фотосессию. Но получилось так, что мы ее купили. На следующий день хотели идти. Или через день. И я подгорела. Конечно же, никакая фотосессия у моря у нас не состоялась. Бижутерия осталась. Сейчас покажу, как она выглядит. Вот такая вот объемная. Я, в принципе, сама по себе такую бижутерию большую не ношу. Но для фотосессии показалось, почему бы и нет. Ну, что хочется сказать. Купила я ее за 2 или за 3 евро. Выполнено все довольно неплохо. Но, когда мы уже потом поехали в Париж, я все-таки в Париже одела. Сплатьем вот эту бижутерию. Все хорошо. Фотосессию отслужила. Все прекрасно. Положила ее в чемодан. И поехали домой. Когда домой я приехала, открываю чемодан. И обнаружила вот такую вот поломку, скажем так. Два кольца вот так вот отвалились. Я начала присматриваться. И смотрю, что, ну, не сказать, что очень прям уж хорошо сделано это ожерелье. Вот. И понятно, что, наверное, припаять можно. Ну, не знаю. Все-таки просить мужа, чтобы он это сделал или нет. В принципе, я, как я уже раньше говорила, что не ношу такие объемные ожерелья. Ну, не знаю. Вот. Может быть, кому-то, да. Может, кто-то их любит, такие ожерелья. И будет носить, получать от этого удовольствие. А может быть, все-таки выброшу. Вот пока еще не решила. Ну, вообще, само по себе оно очень красиво выглядело. Вот. Смотрите так. Еще раз поближе покажу. Чтобы вы все точно увидели. Может быть, где-то вы тоже такое купите. Вот так вот оно выглядит. Ну, посмотрим, в общем, дальнейшую судьбу, какая у него будет. Сделаю я его, не сделаю. Буду носить или подарю кому-то. Посмотрим. И второе ожерелье. Ну, это как бы уже такая цепочечка с кулоном, скажем так. Вот так вот оно выглядит. Вот это вот более мне нравится. Может быть, что-то такое более я люблю. Вот такая вот цепочка. Поближе. Ну, цепочка все хорошо сделана. Здесь претензий нет. Закрывается, открывается все отлично. И вот такой вот сам кулон. Кулон тоже очень классный. Также надевала на фотосессию. Так вот с обратной стороны это все выглядит. Вот этот кулон с цепочкой я 100% оставлю себе. И может быть, на какие-то мероприятия или просто на какие-то выезды куда-то буду одевать. Такие вещички мне нравятся. Вот. И это было все на сегодня. Спасибо, что вы провели это время вместе со мной. Надеюсь, что какая-то информация будет для вас действительно полезной и интересной. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok